Здравствуйте! Сегодня продолжаются ожесточенные бои за город Славянск в районе поселка Черевковка и Семеновка. Наши позиции подвергаются арт- и минометному обстрелу. Действует авиация. В районе Красного Лимана, поселок Брусино, ресторанный комплекс Голицыно, где были ополченцы и мирные жители, подвергся авиаударам и артобстрелу. По словам жителей, украинские силовики обстреливают всех мирных жителей и журналистов, которые пытаются вынести тела погибших с этой территории. Поселок Деброво, где никогда не было ополченцев, был обстрелян гаубицами. Люди насчитали более 20 снарядов. Остается открытым вопрос, с кем воевали силовики в тихом мирном маленьком селе. Амросевка блокирована украинскими войсками со всех сторон. Из похищенных шести человек нам удалось вернуть двоих. По поводу всех остальных похищенных людей, которые находятся в плену, ведутся переговоры. В Красноармейске обстановка стабильная. В больнице сносятся в подвал оборудование, оборудуют бомбоубежище на случай бомбежки, дабы оказать помощь населению. Я хочу сказать всем тем писакам, журналистам и украинским политикам, моральным уродам, а также тем диванным воинам, которые находятся в центральной, в западной Украине, что мы, здесь собравшиеся люди, мы пришли сюда не за деньги, не под дулами автоматов. Мы хотим свободы и защищаем свою землю. И что все погибшие мирные граждане, это на совести этих журналистов и политиков, моральных уродов, которые скрывают от всех истинную правду происходящих событий на Донбассе. Также я хочу обратиться к жителям Донецкой Народной Республики. Вчера мы были свидетелями того, что Генпрокуратура нашла два автомобиля и вернула их владельцам. По заявлению Генпрокурора Донецкой Народной Республики, что независимо от чинов, рангов, кресел, у нас закон на территории ДНР един. И каждый, кто будет улечен противоправным действием, будет согласно законам наказан. Общими усилиями мы провели референдум. Также общими усилиями мы должны положить конец беззаконию, переломить хребет коррупции и искоренить это все зло на территории ДНР. Спасибо всем жителям, которые поддерживали и до сих пор поддерживают нас в наших начинаниях. Мы остаемся все на местах, все структуры работают, правительство работает. Спасибо.